Добрый вечер, дорогие телевизоры. Программа «Вечерний разговор» начинается. Сегодня у нас в гостях известен журналист, товарищ по несчастью журналистскому, Дмитрий Чубашенко. Добрый, как говорится, вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий, вот мы здесь встретились, чтобы поговорить серьезно. И на очень серьезные темы, которые у нас продолжаются уже 30-й год. Да-да, вы не ослышались. У нас правительство никогда не может договориться с претендующими на власть полную в Молдове. Ничего, что я так сказал. Значит, конфликт между ПСРМ и блоком АКУМ в самом разгаре. Выступления, призывы выхода на улицу, выступления депутатов, которые говорят, все правильно, а что неправильно, а те неправильно, и эти неправильно. Конституцию нарушили, все нарушили. Как вы считаете, нарушили Конституцию действия фракции ПСРМ на сегодняшний день? Смотря какие действия, ПСРМ, потребовав отставки правительства, не нарушило Конституцию. А вот правительство со своим законом об изменении закона о назначении генерального прокурора, возможно, нарушило. Но это должен сказать только Конституционный суд. Потому что в Конституции сказано... Не будем вдаваться в подробности. Но Конституционный суд может это решить. Он решает, нарушается Конституция или нет. И по ходу дела сам иногда нарушает Конституцию, Конституционный суд. Как-то я уже привык к этому. Вообще-то все права, которые записаны на нас с вами, Дмитрий, что-то нарушаются повсеместно. Вы этого не заметили? Ну, это демократия. То есть так работает буржуазная демократия. И то, что происходит для демократии, это вполне нормально. То есть суть ее в чем? Что большие кошельки покупают себе власть через политические партии, обманывая при этом народ. Меняются там правительства, не меняются, это не имеет значения. То есть главное, чтобы все было под контролем. И права человека при этом, конечно, мало кого интересует. И кроме того, мы живем в таком государстве или на такой территории, которую наш коллега Виктор Жоссов назвал гибридной колонией. Классические колонии, они были, ну вот есть метрополия, а есть колония, например, Англия и Индия. А у нас гибридная, то есть несколько метрополий. Есть, например, Соединенные Штаты, метрополия Молдова, Европейский Союз, Румыния, Россия. И у каждой из этих колоний есть какие-то свои представители здесь. Вот мы такая гибридная смешанная колония. Разные иностранные. И то, что иностранные послы сейчас опять подключились к урегулированию этого кризиса, это доказать, что ситуация зашла довольно-таки далеко, серьезно. То есть они просто так не размениваются на то, чтобы ходить по молдавским политикам и их пытаться... И что-то заявлять еще. Что-то заявлять и пытаться их опять привести в чувство, как-то примирить и заставить работать. Потому что работать их заставить сложно, они не работают. То есть пять месяцев исполнилось 8 ноября, 8 июня иностранные же послы затолкали их в этот альянс. Что они делали пять месяцев, толком никто не знает. И 8 ноября благополучно этот альянс, можно сказать, развалился. И опять появились иностранные послы, пытаются сейчас до следующей недели, вторник, среда, когда будет заседание парламента по вотому недоверию правительства, они пытаются как-то эту ситуацию разрулить, потому что досрочных выборов они не хотят. Они не хотят. Да, и их подопечные, они вышли из-под контроля, очевидно, потому что возомнили себя как бы самостоятельными такими фигурами. То есть альянс создали не они, а иностранные послы. А разрушить альянс решили они сами. Хотя не они его создавали, значит, не им его и разрушать. Вот как скажут им иностранные послы. А если они их не послушаются, то могут возникнуть проблемы у всех. Вы читали Булгакова «Собачье сердце»? Да, посмотрел. Помню, я когда Швондер пришел. Ну, зашел. Ну, да. Ну, начал учить, как жить. И женщина там одна была, кожаная, кепки, чекистка такая. Ну, она была такая женщина, мужчина там, она такая гермафродит была, трудно было понять. Жена, да. И вот полностью картинка, да, которая соответствует тому произведению. Даже не кино, а именно произведению. Потому что там женщина более описана сочно. И вот я вижу, знаете, ванкую и вижу, что незнайки, которые были когда-то на Луне, не имея отношения к Булгакову, взялись за то, чего они не знают. Поправьте меня, если что-то я не так сказал. Незнайка был очень позитивный персонаж, очень такой милый, добрый. По-русски сказал незнайки. Совестливый, порядочный. Про этих не скажешь, что они вот такие. Ну, разве что не знают тоже. Но тот старался учиться. Был там знайка еще, да, он пытался у знайки что-то узнать, как сделать это, как это. То есть там все было как-то по-доброму так. А у этих все по-дурацки. Заметьте, я сказал, поиграл словами, сказал незнайка, да, на Луне. Вы помните, великолепнейшая книга. Я даже цветочный город, я помню наизусть, но провожу аналогии. Провожу аналогии. Вот вы сказали. Я могу с Виктором поспорить, ну, в тех высказываниях, да, колониальных, которые есть. Да, есть. Но у нас еще есть внутренние колонии, которые обретают форму независимости. После бесных выборов. При котором правительство даже не работает в этом направлении. Они делят власть, должности, назначения. У них ничего не работает. Так ничего я же говорю. У них ничего не работает. Но при этом они очень надулись. Все такие важные. Слово им не скажи. Критиковать их нельзя. И они уже считают, что они сделали революцию 8 июня. То есть они все революционеры. То есть они выгнали Плохотнюка. Их послушаешь. Не посол США дал пинка Плохотнюку. А они сидели там где-то в кустах и выгнали Плохотнюка. И такие надутые, важные. И очень хорошо, что вот этот кризис сейчас имеет место. Я считаю, что это очень позитивное такое явление. Потому что это, во-первых, их сдует. Приспустит их на грешную нашу землю. И, во-вторых, это все-таки более честно будет. Потому что их альянс... Мы все радовались. Я, например, 8 июня написал целый большой пост, что сегодня такой замечательный день. Иностранные послы выгнали Плохотнюка. Противники, которые там плевались друг в друга. Разные геополитические ориентации. Наконец-то сели там за один стол. Договорились. Может быть, они сделают что-то хорошее. То есть мы ждали чего-то хорошего. К сожалению, за 5 месяцев ничего они не сделали. И теперь уже понятно, что этот альянс... Вы знаете, мы когда... Вы сказали, серьезно, давайте будем гореть. Но мы сразу попали в ловушку. Знаете, в чем эта ловушка? Что мы пытаемся говорить как бы о коалиции, как бы о власти. Считай, что они какие-то настоящие. Но на самом деле они не настоящие, они фейковые. Давайте уточним, не мы говорим. Ну, я говорю, да. То есть, как бы говорить серьезно, по-настоящему, о несерьезной, о ненастоящей власти. И вот тут ловушка у нас получается. Но приходится все равно этим заниматься, потому что у них там написаны таблички. Президент, парламент, правительство, министры. А за этими табличками содержания, в общем-то, никакого нет. Было бы содержание хотя бы... Других нет, и приходится как бы обсуждать то, что они делают. Дмитрий, дорогой мой, скажи, так давайте опущем группу. Закроем эти все передачи. Там предложения, между прочим, есть. Ну, оттуда требования, предложения телеканал защищать. Самые умные предложения. Я говорю сейчас о чем? Безысходность-то сплошная. Не в этом. Нам вбили в голову, что пришли два великолепнейших специалиста на две ведущие роли в правительстве. Обманули. Даже обманули... Обманули. То есть, не, ну, даже взять... Ну, вот, Зинеда Петровна Гречана и Игорь Николаевич Додон. То есть, одна была министром финансов у Воронина, другой был министром экономики. Но был Воронин, который еще что-то помнил от старой системы, его где-то чему-то учили, там, он прошел какую-то школу, и он заставлял этих работать. Они работали в правительствах, и они сейчас тоже надуваются, говорят, что мы там были важными такими людьми при Воронине. Хорошо быть, вернее, легко работать, когда знаешь, что у тебя есть президент такой, как Воронин за спиной, когда у тебя большинство в парламенте, там все под контролем, очень все, как бы, эта машина работает хорошо. А сейчас они заняли эти ключевые посты, и они не могут наладить нормальную работу. Они ее не знают. Про правительство я вообще молчу, там просто люди пришли с улицы, из неправительственных организаций, в которые они тоже попали с улицы, и они просто не знают, что делать. То есть, действительно, ну, бизнесмены уже жалуются, люди жить лучше не стали. Это злосчастная реформа юстиции, они ее успешно провалили. Пять месяцев прошло, они никак не могут... На основании чего появился скандал. Да, никак не могут поделить. Ведь в чем суть? Они, каждый хочет взять под контроль систему юстиции. И судебную систему, и прокурорскую систему. Кто хочет? И Дадон, и Майя Санду. То есть, но поскольку за Майей Санду стоит, ну, скажем так, коллективный Запад, западные посольства, она себя чувствует более уверенно. Она, в принципе, может делать, что хочет. Да, она нарушила, очевидно, законы. Она хочет поставить и прокурора своего иметь, в кавычках независимый, но этот прокурор должен быть послушный. У него задача зачищать всех, ну, врагов, не врагов, но тех, кто выступает против этого правительства. С другой стороны, то есть, речь, кстати, идет не только о прокуроре, но и о судьях. То есть, сейчас та судебная реформа, которая предлагается, предусматривает, что именно при Министерстве юстиции тоже будет комиссия, которая будет отбирать, там всех разгонят, нынешнюю высшую судебную палату, там частично другие суды. А новых судей будет отбирать комиссия при Министерстве юстиции, то есть правительство. А с прокурором вообще напрямую, Майя Санду, премьер-министр, она же председатель одной из политических партий, она просто будет предлагать кандидатуру генерального прокурора. То есть, это полнейший контроль, и очевидно, что это решательство исполнительной власти в судебную власть. А со стороны другой, Дадон, почему социалисты так сопротивляются этой, в кавычках, реформе? Потому что там понимают, что зачищать будут их. То есть, если будет независимый, в кавычках, прокурор, он прежде всего займется социалистами, и в том числе президентом. А в следующем году у нас президентские выборы. Дмитрий, Дмитрий, то же самое относится и социалистам. Тоже хотят уметь своего. Вы знаете, что мне напоминает? То есть, они хотят, чтобы их не... Да, они хотят, конечно... Своего. Ну, хотя бы нейтрально, чтобы он их не трогал. Да нет, такого не будет. Пусть он трогает, пусть он ищет миллиард, да? На 7 лет выбирают прокурор на защиту. Пусть еще 7 лет ищет украденный миллиард. Пусть там какие-то схемы зачищает, с контрабандой борется. Но вот только не с президентом, которого тоже подозревают в коррупции. Только там не с другими людьми. Ну, мы не будем касаться этого. Ну, всех подозревают в коррупции. Да, то есть, по-нормальному прокурор должен заниматься всеми. Вот, если он независимый... Вы сказали комиссия. А ну-ка, давайте разберем. Все, всех членов комиссии, которые там участвовали в выборах, якобы, прокурора, я проверил по своим каналам. Дырки есть. Сейчас министр юстиции настаивает на том, что там все такие вот. Вот скажи, у нас есть коллега Бацан, да? Коллега, все-таки имеющая отношение к точным наукам. Ну, просто к точным наукам. Он представитель гражданского общества. У него знания юриспруденции есть. Я вас задаю, потому что он наш коллега. Это там пишет, выступает. Политолог, не политолог. Вот скажи мне, вот, Дмитрий, пожалуйста, дорогой, я ни у кого узнать не могу. Ну, он имеет понятие юриспруденции. Он законно очень хорошо знает. Он очень хорошо знает. Я говорю юриспруденции, причем и законно. Я тоже знаю хорошо законы. Отлично знаю. Понимаете, если юристам оставить их одних и разрешить им делать, что хочешь, они и будут делать, что хочешь. Я говорю. Потому что юристы – это такие люди, которые могут все объяснить, все оправдать, любое, включая преступление. Значит, там нужен специалист, который в этом разбирается. Нет, нужны честные люди, в отношении которых нет подозрений, что они там на чьей-то стороне, и у которых есть просто здравый смысл. Потому что вот если… В чем проблема с этими конкурсами? А вы скажите, как комиссию выбирают? Меня конкурсы вообще не интересуют. Я к этому с иронии отношусь. Комиссия сформирована Министерством юстиции. Великолепно. А комиссии создаются как? Приказом министра. Великолепно. А на основании чего вводятся эти лица? Давайте так. Партийные принадлежности? Нет, у них есть такая теория, они ее исповедуют. Теория? Меритократия называется. Меритократия, она переводится на русский язык. Переведите, пожалуйста. Да, власть достойных. Вот, допустим, демократия – это власть народа. Я переведу, как у нас это воспринимают. У нас это воспринимают, опять же, то, что я выше сказал. Дим, значит, правда есть правда. По мере, по мере лояльности к той или иной партийной группировке. Нет. Ну, я всех… Они все говорят про мере литократию достойной. Зачем они пугают людей? Неправда. Они придумали это слово. Во-первых, это теория сама, она антидемократическая. Сразу. Достойная. Изначально. То есть, мы будем выбирать, мы самые-самые достойные, а мы будем еще менее достойных, но тоже достойных выбирать, и потом их назначать судьями, прокурорами и так далее. Сначала выбираются просто достойные. Да, самые, которые на Олимпе сидят. Вот, премьер-министр, министр юстиции. Во-во-во, а потом из самых достойных достойных достойного быть в этой комиссии. Да? Но… Так везде комиссии такие. В чем конфликт, опять же, ловушка? Ловушка, опять же. То есть, они хотят выбирать достойных, а участвовать в конкурсах разрешают всем. И путаница у них получается. То есть… Они сами запутались, не мы, ловушка. Сначала они же хотели провести иллюстрацию, или очищение, чистку, да. Но им, их западные партнеры, не разрешили это сделать. Сказали, что будете нарушать права человека, там, запреты на профессию вводить, там, партии запрещать, не получите денег. Ну, при слове «деньги» не получите, они, конечно, теряются, сразу блокируются и делают то, что им говорят. И поэтому разрешили всем участвовать. И вот подают по 20 заявлений на прокурора, и попадают люди, наверное, хорошие юристы, но, как бы, вопросы к их власти, власти, правительства имеют, у них вопросы, что это не те люди. А на чем основываются они, что это не те люди? Ну, я фамилии сейчас не хочу называть. То есть те люди, которые будут 100% наши и которые будут зачищать всех не наших. Значит, я прав. Да, конечно. Извините, я прав, то, что говорил. Очень сложно с ним разговаривать. Должность генерального прокурора сейчас, она действительно ключевая. Это такая дубина. И каждая эту дубину хочет иметь в своих руках, чтобы бить ей своих оппонентов. То есть вопрос стоит буквально о жизни и смерти. Вы знаете, жизнь и смерть, она же рядом. Мы рождаемся, мы умираем. Это закон природы, правда? Но есть дубина побольше. И в руках она президента на сегодняшний день. Я никогда не поверю, что председатель Конституционного суда, Конституционного суда, будет независим. Будет только молиться на Конституцию. Не было такого. Кто у нас был честным? Председатель суда, который был... Я согласен. Нет, согласен. Тогда ты мне обращаешь. Тоже дубиночка-то. Да. Действия прокурора. Будут антидействия Конституционного. Арест незаконный. Почему? Шнурки были незавязаны. Вот вам причина. Ну, вот с Конституционным судом другая история. Так, подожди. Их 4 месяца как назначили, они ничего не сделали. Вообще ничего не делают. Они как капитан дальнего плавания. Уехал, уплыл, и его не видно. Чем они занимаются там? Нет, Дима, это как спецназ. Самое страшное оружие всегда... В тыловраган. Нет, в загашнике. Его применяют... Спящие такие, да? Ну, не спящие. Его применяют редко, когда уже стоит вопрос между жизнью и смертью. У нас уже такие метафоры пошли. Военные. Ну, раз у них война, то... Дубина-то побольше. А? Дубина-то побольше. Нет, прокурор, он... Выше председателя? Он прокурор, он, конечно... Нет, выше. По Конституции нет. Нет, выше, потому что он сажает людей. Конституционный суд, все-таки, он людей не сажает. Нет, пусть он сажает. А в случае чего прокурор может и судью Конституционного суда, я думаю, посадить. Лишат его иммунитета. Это зависит от того, кто будет у абсолютной власти. Я знаю так, что зачищают территорию сейчас. Вот цель. Согласен, АКУМ должен зачистить от социалистов. Социалисты для достижения абсолютной власти, которой не было дальше у господина Воронина, должны зачистить АКУМ. Это же лобовая. Да, сейчас они подняли ставки. То есть, что случилось? Альянс был фальшивый, такой фарисейский, лживый. Пока что. Вот как пишут в социальных сетях, там, мертворожденный. Изначально был обречен на провал. Ну, сейчас мы это понимаем. Хотя вначале надеялись, что они что-то сделают. Что он был мертворожденный. И они, вот их внешние партнеры, они друг друга, мягко говоря, не любят. АКУМ и социалисты. Мягко. Мягко говоря. Ну, их, как пауков, иностранные послы посадили в банку, сказали, сидите тихо, делайте реформы и не грозите друг друга. Идите вперед. А им хочется. А пауки не грызут. Им хочется. Пауки не грызут. Крысы в основном жирают. Ну, крысы, да. Побеждают сильнее. И сейчас произошли местные выборы. Ай-яй-яй, произошли. И правые, так называемые правые, проиграли Кишинев. Правые там за много-много лет. Да. И у них снесло просто действительно башню. То есть это их очень сильно возбудило. Они разнервничались. В то же время президент Дадон решил воспользоваться моментом и немножко их пошантажировать. Он сказал, вы должны нам дать места в правительстве дополнительные, потому что мы как бы выиграли, хорошо себя показали, и нам надо. Вы должны сделать с нами коалиции в местных советах. Вот. Ну, те ответили законом о прокуроре, что Майя Сандо теперь будет генпрокурора выбирать кандидатуры. Социалисты ответили, вот он вам недоверие. Сейчас действительно как в боевиках вот эти две машины в лобовую идут, и у кого не выдержат нервы, значит, бывают такие сценки в фильмах, что раз и в сторону кто-то. И, ну, если между ними опять не встанут эти иностранные послы, волшебники, и как бы скажут, стоять обратно в банку давай. Не для того мы вас 8 июня как бы загнали в этот альянс, чтобы вы сейчас самодеятельностью тут занимались. Потому что нам не нужно, чтобы здесь были опять досрочные выборы. У нас мы постепенно налаживаем как-то. Они что, волнуются за состояние здоровья нации молдавской? Нет, они... За что они так волнуются? Они хотят, чтобы здесь было тихо. Они хотят? Да, чтобы было тихо, чтобы граждане Молдовы... Уезжали не 200, а по 500 человек в месяц. То есть они, большие дяди, решают какие-то свои... Не-не, большие проблемы. Да, у них есть большие проблемы. Меня всегда интересуют. Меня интересуют. Лежний Восток, Сирия, там, ракеты. Идите там, решайте вопрос. Да, но им не хочется, чтобы вот на фоне больших каких-то пожаров, еще здесь такой маленький факел какой-то зажегся. Поэтому они его гасят. А мне кажется, наоборот. Им жалко вложенных денег. Вот. Вот, что мне кажется. Это да, это конечно. Они же торгаши. Политики, это всегда торговали. Конечно. С совестью, честью. Если мы вернемся к теории гибридной колонии, то эти митрополии, они вложились в какие-то активы. Им, конечно, не хочется терять свои активы. Я сказал, у нас внутренняя колония. И не одна. А. Если не считать предестрою, а четыре. Перечисляю. Северная республика, столица Бельца, плюс села, плюс пригороды. Повторяюсь, кто меня слушает и смотрит. Республика Аргеев. 19 сел. Примаров. Со столицей в Аргееве. И с вилялом в Таракли. А, дайте договорить. А, это следующее. И Центральная республика, со столица в Кишиневе. И если вот правительство начнет на них давить, они скажут, а мы хотим такие же полномочия, как и в Гагавузырии. А если давить начнут дальше правительству, они скажут, а мы не будем платить в государственный бюджет. А мы сделаем свою отдельную, объявим колонию. Независимую нет. Шутки, но самое интересное, что результаты этих местных выборов, которые вы начали, Дмитрий, подняли тему. Правда, вот сейчас? Которые сделали местные выборы. Так и получилось. Сейчас, на сегодняшний день. Кто даст заднюю здесь, сейчас? АКУ или ПСРМ? Ведь видно, что ни те, ни другие сходить не будут. Позиции более выгодные, конечно, у АКУ, потому что за ними стоит реальный... Именно, Соединенные Штаты Америки. Именно, да. Это будем говорить реально, да. Американцы стоят. Михалко стоит за... То есть, американцы реально, которые реально придают значение, легитимность всем событиям, которые здесь происходят. То есть, последнюю точку с Плохотником поставил именно американский посол. Пока никто с Плохотником точки не ставит. Ну, в смысле, любой депортации. Давайте так. Много точек. Депортация, ну куда? Вы знаете, депортация, что происходит? Депортируют туда, где арестовывают, где совершены преступления. Высылку. Ну, то есть, эмиграцию, экспатриацию. Ну, он сам уехал. Что там? Ну, недобровольно же он уехал. А что, он в наручниках был? Не, ну, зачем ему было уезжать, тут оставлять... У него было целое государство в Камане, и он его потерял. А ему интересно, вы знаете, посмотреть на государство со стороны без него. И уехал он свободно. Давайте так, не будем говорить, что эта революция достигла того, что... Хорошо. Все. Но его нет. Его нет. И это не заслуга молдавских политиков. Да. Вот сейчас у молдавских политиков плохотнюки закончились. Кто будет назначен следующими плохотнюками? Ну, они все хотят быть плохотняком Лайт. Я называю это плохотняком Лайт. Красиво. То есть, больше всего, конечно, хочет Додон быть плохотняком Лайт. И даже была внутри соцпартии такая теория, что у него есть какой-то хитрый план занять место плохотнюка. Ну, так же, как и был хитрый план. Судя по последним движениям Майи Санду, у нее тоже есть такие... Заготовки. Не хотел сказать замашки, а... Заготовки под замашки. Поползновения такие наполеоновские. Взять эту дубину и всех... Значит, Майя Суит. Такие тоталитарные замашки, скажем так. Вот. Но поскольку за ней американцы, то у нее позиции, конечно, более прочные. То есть, и она готова, я думаю, идти вплоть до отставки, вплоть до досрочных выборов. Но на досрочных выборах нервы могут сломаться как раз у социалистов. Потому что они сейчас... О чем спор между ними? Свалить друг на друга ответственность за этот кризис, за возможный развал коалиции, отставку правительства и за досрочные выборы. То есть, они, как эту горячую картошку, ответственность пытаются перекинуть на другую сторону. Это из-за них, нет, это из-за них. На самом деле, это и... Вот когда товарища Сталина спросили, какой уклон, хуже левый или правый, он сказал, это неправильная постановка вопроса, оба хуже. Вот они оба хуже. То есть, они же в этой коалиции, и они отвечают за все, что там происходит в стране. Они же власть как бы. Значит, они отвечают за то, что здесь происходит вместе. Не по отдельности, а вместе. То есть, уже они подняли до максимума вот эти ставки. И если они действительно доведут дело до досрочных выборов, я думаю, зарубежные дяди их по головке не погладят. Как будет выкручиваться случай отставки правительства, я не знаю. То есть, делать новое правительство социалистам можно только с демократами. И АКУМ тоже только с демократами. Вряд ли они на это пойдут. А между собой опять договариваться. После того, как они там начистили друг другу физиономии, разругались, расплевались, опять садиться. Это будет выглядеть уже совершенно лицемерно. Хотя это меня не удивляет. Коалиция сохранится. Как вы считаете, Дмитрий? Коалиции нет уже. Нет, сохранится та декларируемая коалиция. То есть, коалиция... Никто в нее не верит. Но декларации политиков пока что. Коалиция умерла. Господин президент, буквально выступая два дня, выдержки вы его читали. Очень даже уверенный в себе. Я бы не сказал, что он уверен в себе. Он как раз не очень уверен. Он очень даже уверен в себе. Он должен изображать уверенность. Потому что, он сказал, что он не картежник. Но как будто у него на руках какие-то тузы. Он должен изображать, что у него хорошие карты. У каждого хорошего шахматиста в кармане туз. Да, он сказал сначала, что Майя Санду загнала себя в Цукцванг. Потом сказал, что она забила гол в свои ворота. Наверное, в следующий раз скажет, что она шайбу пропустила. Поэтому я так чуть-чуть сиронизировал. Потому что иногда есть высказывания, которые почему-то они раздергивают на цитаты. Раздергивают на цитаты господина Анастасия. Тот вообще кладезь, кладезь, цитат. Тот самый потерпевший во всей этой истории, по-моему. Министр внутренних дел не может быть потерпевшим, между прочим. А МВД потерпевший. То есть он потерял Кишинев, но не выиграл он. Не то, что потерял, он не имел. Хотя он был формально примаром. Его признали в конце концов примаром. В таком случае, господин Усатый должен быть давно президентом. Просто должен быть президентом. Ну я говорю, возрастной ценз сделали, сделали. Все. Кто подходит, кто не подходит. Что там? Ну с этим они должны... Я думаю, что сейчас ценз на президента будет где-то лет 85. Смирнов еще есть, там жив. Это, кстати, к вопросу о Конституционном суде. Конституционный суд должен был бы... Должен был бы... ...сделать ревизию решений того старого, как говорят, Плохотнюковского Конституционного суда. И тут напринимал суд много всяких разных решений. Ничего нет. Посмотреть, какие из них незаконны и отменить их. И вот это решение 4 марта 2016 года, когда Конституционный суд незаконно поменял Конституцию и как бы вернул президентские прямые выборы. Это решение многие считают, что должно быть отменено. Вот они должны высказаться, должно оно быть отменено или не должно оно быть. Как вы считаете, должны быть всенародные выборы президента, которые все-таки у нас представительская власть? Выборы, я за всенародные выборы, но они должны быть введены законно, по законной процедуре. Они были введены незаконно. Вот я пример такой приведу. Вот мы сидим с вами и говорим, ну хорошо бы нам разбогатеть, да? Давай ограбим банк. Мы пошли, ограбили банк. Сидим у меня чемодан с долларами, у вас чемодан с евро. Сидим мы богатые люди. Достигли цели? Достигли, но закон нарушили. Вот так и они с этим президентским избранием. Они нарушили Конституцию и как бы восстановили прямые выборы президента. Вы введите эти прямые выборы президента, но это должен закон соответствующий Конституционный принять или парламент, или на референдуме. То есть вот так будет правильно. Но если они пойдут на следующие выборы по правилам Конституционного суда Плохотнюка, это тоже как бы не очень красиво. Да не надо говорить этого Плохотнюка, уже меня просто достало это. Понимаете, сейчас, когда задаешь вопрос, почему у меня пенсия маленькая, это виноват Плохотнюк. Это Плохотнюк виноват. Правильно? Дмитрий, Плохотнюк виноват в этом? Но они же приняли декларацию о захваченном государстве. Вот все, что было до них, это было захваченное государство Плохотнюком. Наше захваченное государство началось с тех времен, когда появился здесь один у нас узурпатор, который воспитал маленьких узурбатемков. Как бы ни говорили, а откуда все выходцы с партии коммунистов Республики Молдова или я что-то выдумал. А вы знаете, народ забывает все очень быстро. Очень быстро. Потому что привыкли всегда жить во лжи. Выборы местные, которые вы назнали, я хотел вообще о них говорить, вы знаете. Они мне неприятны. Но выбираем из двух зол. Когда мы выбирали не из двух зол? Это демократ. Каждый лжет. Демократический выбор людей, которые не считаются специалистами в области градоуправления, градостроительства. Но вообще опыта нет. Заседание в муниципальном свете, допустим, Ивана, это не показатель его знания, управления городом. Нет. Так работает демократия. Великолепно. Когда говорят, что это отклонение от демократии, вот такие вот, которые, как вы правильно сказали, 30 лет отклонения от сплошной демократии. Я с этим не согласен. Вот это и есть буржуазная демократия, где все построено на деньгах, на подкупе и на обмане. Хорошо. Ну вот смотри, логика. Вы же посмотрите, у них телеканалы старого олигарха, мне нравится вам имя. Они же все хотят сейчас... Да мне не нравятся олигархи. Они же все хотят сейчас их присвоить. Нет, чтобы там отдать народу. А кто хочет присвоить-то, вы не заметили? Заметил, да. Заметили. Вы даже... Да все заметили. И все болчат. То есть и все, и почему ложь? Да, люди, когда идут на выборы, они не знают, за кого голосуют. То есть, если сейчас кого-то попросить назвать пять депутатов с каждой фракции, я думаю, 99% не назовет. То есть, когда на выборы в Кишиневу, ладно, Кишинев, там где-нибудь другом, идет 10 кандидатов, и люди их не знают. Ну, они опять же по телевизору, а телеканалы опять... Чьи-то. Чьи-то и занимаются продвижением чьих-то интересов, обманом, промыванием мозгов. Это правильно. Промыванием мозгов. Вот это мне нравится. Да. Когда они есть. И сейчас мы видим в этой истории с Нвотовым недоверия, с прокурором, мы видим, что на ток-шоу, на передачах сталкиваются люди из разных... Гнойник лопнул. Ну, это копирайт, да. Копирайт? Это же не я, Гаври. Нет, я сказал, да, что гнойник, это хорошо, что местные выборы, в Кишиневе именно, они помогли прорвать этот гнойник, и он все-таки, ну, вряд ли он очистится, потому что они опять пытаются присыпать это все там, не знаю, чем... Да мне вообще, эти местные выборы, мне просто смешно, знаете, когда вот Иван Чабанов выступил... С криптоцидом. Какой стриптоцидом? С криптоцидом. Смотрите. Я буду основываться или как-то говорить фактами о том, что на сегодняшние пригороды вместе 127 тысяч, по-моему, имеют пригороды. 100 тысяч избирателей, да? Да, ну, 100 тысяч. В Кишиневе 600 тысяч избирателей, 100 тысяч пригородах. Каждый район больше, чем все пригороды. Кишиневские. Ну, Рыжкановка и Ботаника больше, а Чикана и Бойконцентр, ну, чуть-чуть меньше, может быть. Побольше пригородов вместе взятых. Я имею в виду 100 тысяч. Каждый район, если у нас 600 тысяч, почитайте сами, уже больше. Не об этом сейчас. И Иван выступает, Чабан, значит, говорит, претеров я предложу, будем назначать и так далее. Замов тоже. Уже есть предложение, уже все хорошо. Как претер у нас назначается в Кишине? Почему? А почему он не избирается? Почему? Примария села, да, Тагатина, которая ходит в пригород, она имеет население, там, 10 тысяч, я не знаю, там, или 5 тысяч. Она избирает своего примара, который по своим выше претера. Ну, есть, в законе есть. Нет, 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 есть. Есть, но он постоянно откладывается в его введение. Вот. Скажите, а почему? Потому что, если бы они сейчас еще и претеров, и районные советы выбирали, это был бы вообще полный хаос. Давайте претеров, секторов избирать. Не будем говорить о районах. Давайте будем просто говорить о том, что есть. Может быть, со следующих выборов. Вот сколько я это слышу, я, значит, сколько? Они должны были в 15-м, перенесли на 19-е, сейчас перенесли на 23-е опять это. До бесконечности. Я скажу свою теорему, недоказанную. Вы сейчас обоснуете, что такого быть не может. Потому что претеров будут выбирать люди, живущие в этом районе, которые его знают, как хозяйственники и так далее, и так далее. И что в следствии может принести вред при выборе генерального примара. Потому что те люди, которые будут избирать этих претеров по своих районах, которые таки будут работать в своем районе, уже на всеобщем генерального, уже не будут смотреть на партийную принадлежность. Ну, они сейчас не всегда смотрят. А на что сейчас смотрят? Вот во втором туре... А на что сейчас смотрят? Я имею какое-то отношение к одному пригороду. Во втором туре... Вообще так с пригородами, конечно, вообще проблема, понятно, когда она возникла, там, в начале 90-х годов. Отделить пригороды от Кишинева уже практически невозможно. Ну, конечно, мы и в цепи же. Но можно вести принцип один примар, один голос. То есть, почему жители, собственно, города за примаров пригородов не голосуют, а жители пригородов голосуют за примара Кишинева? То есть, пусть они голосуют за своего примара, а в городе голосуют за своего примара. А я думаю, иначе сделать. Назначать их, как и претеров. Мы сэкономим деньги. Ну, может быть. Нет, примаров... Чисто экономически. Ну, допустим, в Гратиештах или в Дурнене. Нет, давайте еще раз. Назначать, да? Может, это надо обсуждать. А зачем обсуждать, если претеров назначают? К тому, вот какая каша у людей в голове. В одном из пригородов, во втором туре, в первом туре в некоторых пригородах получали по 4-5 бюллетеней. Во втором было два бюллетеня. За Анастаси и за местного, где второй тур был, примара села или коммуны, и за Анастаси Чебана в городе. Было два бюллетеня. То есть и местные кандидаты тоже были в основном от партии Аблока, от Кум. Было много случаев, когда местного выбирали, допустим, Атакум, а по муниципе больше взял в этом населенном пункте Чебан или наоборот. То есть у людей нет такого, что обязательно тут за эту партию и тут за эту партию. Они посмотрели на человека, тут нравится нам этот человек, а там нравится нам такой человек. То есть у людей каша в голове с этими партиями. Вы знаете, социал-демократическая христианская партия Германии в малых городках, которые у нас ассоциируются с нашими селами, деревнями, никогда не выбирали представителей этих крупнейших, ХДСС, то, что я произнес. Нет. Там самый уважаемый человек, который был там. И уважаемый в этих деревнях и селах. Европа все-таки. Человек, который всегда работал для людей. У них совет из трех человек. У нас тоже очень много незалисимых. Так нет, я к чему говорю. Да. Так давайте визитем демократию вот эту, буржуазмую вводить. Как только власть дают, смотришь, сразу они почему-то не худеют от работы. А вот такие в телевизор не помещаются. Бог тому. Нет. Ладно, я не буду... Есть в районах люди, примары, которые... Работают. По семь партий поменяли. По семь партий поменяли. Чтобы не трогали. Начиная с аграриев, и они вот как переходящее разноцветное знамя. Переходящее разноцветное знамя. У каждой партии свой цвет. Удем на рекламную паузу и дальше поговорим. Потому что разноцветное у меня ассоциируется со цветами радуги. Рекламная пауза коротенькая. Закончилась рекламная пауза. И мы продолжаем нашу интересную беседу. Сегодня у нас в гостях тем, напоминаю людям и зрителям нашим, Дмитрий Чебашенко. Журналист. Просто журналист. Это мы шутили в студии. Как же назвать? Ну и я хоть предложил царем, но отказался. Дмитрий, тема, конечно, у нас интересная. Начало было интересное в том, что происходит в Молдове. Но не покидающее чувство дежавю, которое продолжается уже 30 лет, но как-то оно и исчезает. Какой вы видите вообще смысл происходящего? Только не ссылайтесь мне на Соединенные Штаты Америки. Давайте возьмем менталитет наших политиков. Вы их очень хорошо знаете. Ну, действительно, такое впечатление, что все идет по нисходящей. Вот первые три президента, да, у нас были там Снегур, Лучинский и Воронин, они еще прошли какую-то школу старой системы, где был принцип действовал отбора, подготовки, расстановки и контроля кадров. Где были кадровые резервы на каждую должность. Вот они еще как-то это по инерции оно шло. Их можно попрекнуть тем, что они не подготовили. Их кто-то подготовил, там, Иван Иванович Бодил или там, не знаю, Леонид Ильич Брежнев. Ну, кто-то их готовил. Они не подготовили никого. Вот эгоистично так они повели. Вот отбарабанил свой срок, ушел на пенсию. Отбарабанил, ушел. И действительно, вот всех этих нынешних, они скорее вот птенцы гнезда Воронина. Птенцы гнезда Воронина. И все это деградирует все больше и больше. Правые, так называемые, это, ну, все уже скатилось полностью в неправительственной организации. То есть там это кузница кадров. А там, я не знаю, чему там людей. Ну, не учат их точно ничему. Учат как бы быть частью вот этой сети. То есть в чем преимущество Запада сейчас? Потому что он создал здесь сеть. Огромную сеть из сотен неправительственных организаций, в том числе, которые занимаются политикой в разными ее аспектами. Кто-то выборами, кто-то юстицией, кто-то там местным самоуправлением, кто-то масс-медиа. Дальше идет сеть средств массовой информации. Это там телеканалы, газеты, сайты. В том числе, они открыто финансируются иностранными правительствами. И партии. Партии, кстати, это не самое даже важное. Потому что, когда есть вот эта база, сеть, уже не важно там, это как копье. А какой наконечник на это копье насадить там? Сегодня это, ну, не буду называть фамилии. Один пример, завтра другой пример. Это не имеет значения. Ну, почему никто не называет фамилии? У нас выборов нет. Назовите фамилии. Ну, не мне же всех называть. Вот. Или вы всем доверяете? Называть примеров? Ну, после девятого года все, как бы, они... Ну, давайте мы сейчас поговорим о наших проблемах сегодняшнего дня. Так я говорю, это, чтобы понимать, в какой ситуации мы живем. Ну, фамилия, какая ситуация создана американцами? Тем, что у нас в правительстве назначили двух людей на ключевые должности, которые не знают своей работы. Фамилии, что тяжело назвать. Я думаю, не двух, вот откуда-то появились эти люди. Кто-то приехал из-за границы, их там готовили. Кто-то из НПО. То есть, они могут таких составов правительства выдать 100 штук. Вот. Это не сборная по хоккею уникальная. Объясните, что, например, министр Майя Сангл, да, который выдвинули и поддерживает полностью Соединенные Штаты Америки, да, должна выполнять команды Соединенные Штаты Америки по введению кадров, подготовленных Соединенные Штаты Америки. Совершенно верно. Правильно я сказал. Въезд не примут. А мы все вот хотим, значит... Да мы не будем опять же за это говорить. Вот, значит, красиво за правительство, красиво и ушли. Ну, давайте вернемся. Я просто вернулся к тому, как система работает. Система работает очень просто. Есть сеть, вот эта сеть, да, все это... Агентов влияния, которые уже вошли полностью в государственную систему Республики Молдовы. Есть соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле, есть соглашение о сотрудничестве с НАТО, это все переплетено, там, все это... Эта сеть, вот она мощнейшая сеть. И Плохотнюк, вот в чем... Я вернусь все-таки, в чем... Почему еще его убрали? Вот все как бы объединились же против него иностранцы, да? Он был реально суверенным, но он был суверенным таким гангстером. То есть у него был принцип, что Молдову должны грабить молдаване. И правильно. Но тем не нравилось. То есть он выбивался из общей тенденции. То есть Болгарию там починили, Румынию починили, Венгрию всех починили. А тут какой-то гангстер, значит, не хочет с МВФ сотрудничать, не хочет брать кредиты, не хочет там еще что-то делать. Вот сам тут пуршет. Значит, финансовая кабала Республики Молдова на сегодняшний день выгодно правительству Майи Санду, а вместе с ней АКУ. Потому что никогда меня никто не убедит, меня Сергей Скрипника не убедит в том, что министр экономики пришел с зарплаты в 150 тысяч долларов в год на 17 тысяч лей в Молдове. Я думаю, что ему зарплату ту оставили и дали задание, ну, давайте, развивайте, как высказать, откровенно так, как патриотично Молдову. То же самое министре финансов, можно сказать. Ну, патриотично, вот один маленький. И как они могут работать на эту зарплату, уйдясь большой зарплаты? Меркантильные интересы человека, они всегда были превышены. Может быть, для CV, для анкеты. Для какой? Ну, вот он был... В ЦРУ, ФБ. Вот был у нас президент Национального банка, его Чокли фамилия была. Да. Он работал во Французском банке, действительно получал, наверное, там, тысяч 50 в месяц. И пришел в Нацбанк. У Нацбанка тоже президента хорошая зарплата, там, наверное, тысяч 100 лей. Это можно жить в Молдове на такие деньги. Но зато, когда он ушел, он там уже может требовать себе прибавку, увеличение в два, потому что он же был президентом Национального банка Молдовы. Хотя в этом слове Национальный банк Молдовы ни одно слово не соответствует действительности. Он не национальный, ни банк, ни Молдовы. Это просто филиал международных финансовых организаций. Вот. Значит, так будет слово. Ну, удачный пример. Я могу контрпример привести. Другой пример. Немецкая компания Судзукер объявила о том, что приостанавливает работу фалешского сахарного завода до 2021 года. А может быть, потом и продлитая. То есть у нее было два завода, один в Дроке, один фалешский, они закрыли. То есть объяснили как-то это, да. Но при этом у нас открылся магазин Кауфланд, тоже немецкий, который прекрасно себе завезет сахар из Германии. То есть вот еще один пример. Наш сахар не хотят они производить или не могут. А иностранный сахар, вот это называется соглашение о свободной торговле. Соглашение о свободной торговле основывается всегда на принципах первоначального выгоды государства. Какое не было смешное. Монако. Давайте что-то еще сравним. Карлик, Эльхеттенштейн. Нет. Подождите. Да. Рынок убили давно. Это, знаете, напоминает советский анекдот. Вызывают члены политбюро, которые хотят отделаться. И говорят ему, значит так, тебе задание. Пускай Болгария у нас покупает помидоры. Суслов говорит, Шелепин говорит, все, каранты. Приезжает он, говорит, заключил контракт, 20 помидоров покупать будут. Это мне напоминает. Страна, производящая свою агропромышленность, в тех объемах, которые могли накормить почти четверть населения Советского Союза, были открыты ворота полностью для всех. Без исключения, без либо каких торговых пошлин. Совершенно верно. То есть правительство... Это правильно? Это продолжается по сей день. У нас стратегические отрасли экономики должны быть в публичной собственности. У нас нет такого даже понятия публичной... Но это имеется в виду. Вот когда... Еще один пример. С банками. Где-то в году, в 2014, мне несколько бизнесменов крупных и банкиры сказали, что в Молдове не останется ни одного молдавского банка. А три крупнейших банка, Агро, Молденкон и Виктория, они владели где-то доля 70-80% у них было рынка. Это было позже. Это не могло в 2014 быть, это хорошо. И так оно и случилось. То есть сначала у государства был один банк, банк-деэкономист, Сбербанк. Его убили. Его закрыли по требованию МВФ, ликвидировали, хотя могли сохранить. То есть у государства не осталось банка. Потом Виктория Банк забрал Европейский банк реконструкции и развития, хотя там много было скандалов тоже с акциями. А с Агробанком и с Молденком банком там просто Нацбанк конфисковал акции акционеров, которые контролировали эти банки, а потом продал эти акции тому же Европейскому банку и там одной болгарской компании. Это просто и те покупали ворованное фактически, конфискованное. И сегодня в Молдове нет ни одного молдавского, может какие-то мелкие там пару банков осталось. А так в Болгарии случилось, так в Румынии случилось. То есть это общая тенденция. То есть такие вот территории, страны, они что должны делать? Они должны покупать, допустим, немецкие товары, обслуживаться. Чтобы все упрощено. А оно так работает, обслуживаться в немецких банках, и вся прибыль должна уходить туда. Но мы можем экспортировать. Давайте прямо по Кауфленду скажем. Давайте по Кауфленду. Он оценил здание арочного типа в 5 миллионов евро, которые они вложили, не считая оборудования. Значит, вымываться все это здесь, в Молдавии, будет. При том, что у нас фактически были сильнейшие все торговые сети, которые национальные. Извините. Но вы знаете, какие преимущества у Кауфленда теперь? Теперь все, что он вложил. Сколько он нарисовал, сколько он вложил. 100 миллионов. На эту сумму он должен выгонять отсюда эти деньги, которые здесь не будут облагаться налогом. Они должны перед европейскими рассчитаться. Сколько лет будет при том, что у нас количество магазинов валом, еще придомовое, вы же знаете все, палатки. А это все было, где мы находимся, ликвидировали киоски. Это было требование зарубежных торговых сетей. Они это назвали упорядочение розничной торговли. И сколько это стоило? Вы в курсе вообще? Ну, я не знаю, сколько стоило. Сколько занесли? Нет, не знаю. Вхождение Кауфленда в республику Молдова, которая лоббировалась, по-моему, 5 или 6 лет, румынского филиала. Это не сам Кауфленд делал все оттуда. Отбивалось, потому что у нас их тогда было место, национальных сетей было валом. Сначала они сделали что? Начали поднять, что местные производители не имеют полок на национальных торговых сетях. Помните? А потом Кауфленд появился. Сначала раздробили полностью этих бедных поставщиков, которые обещали, что Кауфленд будет брать все местных. Ничего не происходит. Я знаю по Румынии, когда они по некоторым товарам ставили, это называется не наценка, цена за полку до 40% от ценника. Допустим, буханка... Кто они ставят? Кауфленд. Ну? Для румынских производителей. Допустим, буханка хлеба или не знаю что, тот же пачка сахара, если на ней написано 1 евро, то 0,40 центов они должны отдать магазину. То есть, конечно, не могут конкурировать наши с этим. Нет, обман продолжается. И чтобы у нас не было такая... Да, еще точно я знаю, что когда в Кишиневском муниципальном совете обсуждался вопрос о выделении мест, там 6 мест, по-моему, им выделили, то шла прямая трансляция в кабинет того человека, чью фамилию вы не любите, чтобы я называл. Он как бы следил за этим. И что? Он следил, чтобы это решение было принято. Так я не понял. Муниципальный совет отдал? Он выделял места под муниципалитетом. Ну да, да, да. Но они голосовали за это? Да не может быть, там же самая большая была фракция социалистов. Они голосовали, и по камерам человек смотрел, чтобы они правильно голосовали. Да не может быть. Так оно и было. Вообще-то боролись, я слышал, вот социалисты, все кандидаты, которые были в муниципальном совете, все боролись с олигархом, побеждали его в чем-то, я даже не знаю в чем, но побеждали. Все побеждали. И кто бы это ни говорил. Что Акум? Акум, вот когда только слышишь Акум, вот сейчас, да, хотя это... Сейчас, сейчас. У меня получается, как в Одессе говорят, сейчас. Сейчас, сейчас. Вы подождите день, два, три, и мы вам принесем деньги, если вы это заслужите. Вот так они разговаривают. Вообще, вы же очень много общаетесь с людьми, которые стали политиками, да? Когда приобрели статус, элитарность, денежную зависимость, которая выражается, что сегодня они принесли денег, значит, день прожит зря. Правильно? Вот скажите, насколько они изменились, сейчас люди, получившие власть? Вот я такие вопросы буду задавать, которые простые. Ну, борьба с коррупцией у них же как бы в приоритете. А, я понял. То есть, особо похвастаться тут нечем. Почему? Ну, кто-то задержан, да. Какие-то там таможенники там были задержаны, какие-то полицейские. Ну, судья взял сейчас. Да, судьи. То есть, кого-то, конечно... Но это, вот когда там те же американцы, вот в Румынии, да, они, я помню, они говорили, мы хотим, чтобы вы большую рыбу ловили, акул ловили. Нам не надо вот этих пескариков показывать. То есть, все хотят большую рыбу. Биг фиш, как они говорят. Биг фиш. Да. В Румынии они дошли, там они двух премьеров, по-моему, посадили. Посадили они там... Ну, они тоже так выборочно... Выборочно били, чтобы до конца не добить, я имею в виду, смысл жизни. Потому что, ну, менталитет мало чем отличается от нас. Но там очень много... То есть, для... Сделано было много. Что бы мне ни говорили, какие плохие румыны, какие хорошие... Они напугали... У нас страна непуганных прокуроров, непуганных судей и непуганных полицейских. В Румынии они все-таки судей прокуроров напугали. И вот молдавские бизнесмены, которые там работают, они говорят, что практически невозможно дать взятку румынскому суде. Я могу подтвердить. То есть, они не берут. И принимают решения справедливые. И рассматривают их. То есть, их напугали. А у нас непуганные. И когда их сейчас пытаются пугать, они устраивают какие-то восстания в системе. Вы знаете, вот программу, конечно, мы очень много наговорили. И очень, я думаю, было весело послушать двух людей, которые все-таки прожили какой-то промежуток больше, чем полвека. И видели и ту власть советскую, и эту неоколазию. Независимую. То есть, все время плохие слова хочется сказать. Независимую власть – это республику нашу. Я очень рад, что мы живем в Молдове. Я рад, что вы патриот, что я патриот. И вот мы вдвоем рады. Правильно? Ну, мы рады или не рады? Ну, да, но любим мы Молдову. Любим мы Молдову. Скажите, Молдова нас любит? Ну, как бы она не обязана нас любить. А если серьезно? То есть, если вы имеете власть, или... Власть, конечно, не любит этот народ. Потому что они его уничтожают. Нельзя же уничтожать, если ты там кого-то любишь. Конечно, они... То есть, власти и государство, как олицетворение, значит, оно уничтожает народ. То есть, проводят... Ну, геноцид – это, наверное... Но это все, я думаю, когда говорят, что это какая-то ошибка, что вот недоразумение, я думаю, что совсем наоборот, что все это делается сознательно. То есть, когда говорят, что там 100 человек уезжало, сейчас 200 человек, то есть население Молдовы должно быть где-то миллиона два. Такая маленькая должна быть страна с маленьким населением, должна потреблять там европейские товары, обслуживаться в европейских банках. И может, когда-то здесь база НАТО появится. Вот и все. Больше ни на что претендовать не надо. И еще вопрос. Кишиневский. Республиканский стадион. Столько говорилось до местных выборов. И очень редко перестало говориться после местных выборов. Тишина, ну, просто такая... Ну, и по многим по арене Кишинел. Ну, вот взяли меня и под лед пустили. Я начал так красиво с республиканского. Я хотел еще за тема спросить. Ну, ладно. Да. То есть, арена Кишинел. Вот каждый день я проезжаю мимо нее. Они ее покрасили в такой грязный черно-коричневый цвет. Я думал, что это грунтовка. Вы неправильно думали. Что потом они в какие-то там... Чтобы со спутников их не могли обнаружить. То есть, оно просто уродливое, это здание внешне. И вообще, за 42 миллиона евро, на которые не списали на это, можно было построить что-то поприличное. Я думаю, оно и 20 миллионов не стоит, такое здание. То есть, не говоря уже о том, что... Знаете, республиканский стадион, я задал за... Что вся схема осталась. Одна схема. За сколько продали... Вы знаете, за сколько продали республиканский стадион? Землю. Американскому посольству? Да. Нет, не в курсе. Вы знаете, почему-то 5 или 6, которые, я считаю, независимых источников, показывают разные цифры. И они смешны сами по себе. Ну, рыночная цена там должна быть... Я думаю, там сотка может доходить до 50 тысяч евро в этом месте. Давайте возьмем по гектару. По гектару. По гектару. По сотке. Значит, гектар это 100 соток, это 5 миллионов на 6, но миллионов 25-30, та земля должна стоить евро. И деньги должны поступить в бюджет республики. Это такая справедливая была бы рыночная цена. Цена жизни, цена коммуникаций и так далее, что подведено. Ну, вот, положение в городе, я имею в виду... Не, ну, центрея, как говорится, не бывает. Центрея не бывает, да. То есть там... Тюрьма рядом. Какого места можно прослушивать все правительственные здания Молдовы легко? Вы глубоко ошибаетесь. Вы глубоко ошибаетесь. Система радиоэлектронной борьбы, она очень хорошая, чешет она, 5000 километров. Здесь как ретинслятор будет. Сейчас он есть. Потому что я не видел, слушайте, вы знаете, я видел американские посольства и в Израиле, где война идет и теракт. Да, вот в соответствии нашему посольству, по толщине стен, контролю, ощущение безопасности, единственное. То, что я, по крайней мере, видел. Так что у нас здесь в это положение для американцев? Нет, я думаю, у них просто требования такие ко всем, ко всем вообще посольствам. Ну, теракт же можно в любом месте организовать. Конечно. Так, не дай бог. Кому? Не дай бог. Вообще не дай бог. Ну, зачем, чтобы кишиневы были теракты? Не, а кому не дай бог. Кишиневцам, американцам, которые здесь живут, работают. Я за то, чтобы американцам выделили землю в строго охраняемой зоне. Или лучше бы они приватизировали, знаете что? Нашу тюрьму. Номер 13. Представляете, старинное здание. Стены толстые. Они бы еще их укрепили бетоном. Вообще бы никто не уехал. А? Чуть выше, но от республиканского стадиона. Ну, снести могли бы тюрьму. Да, но самое интересное, там еще есть частная собственность. Дома, которые со стороны общак иностранных студентов. Там же есть частная собственность. Их выкупили. Или конфискуют. О! Давайте обрадуем, если нас смотрят владельцы данных. Ну, сейчас вот строится газопровод Тунгена Кишинев. И вот он идет, и если он там переходит через какие-то частные поля или дома, их просто выкупают, конфисковывается в пользу государства. Конфисковать они имеют права в пользу государства, а вот выкупить имеют права. Ну, я это... По цене спичек? Нет, по рыночнице. А, на рынке продали спички. Хорошо, мы очень хорошее время выбрали побеседовать и скажу так. Дмитрий, вот оцените сейчас ситуацию, сейчас, на сегодняшний день, до среды, да, в следующей неделе. Что вы думаете? К чему готовятся нам, жителям республики Молдова, пока американцы все сюда не переехали? Пока я не вижу мотивов для компромисса. То есть Майя Санду сдать назад не может, и социалисты сдать назад тоже не могут. То есть отказаться от своих, одна от этого закона по прокурору, и вторые по отставке. Потому что цена вопроса слишком высокая, подконтрольный генеральный прокурор, который может сыграть вообще ключевую роль во всех последующих процессах на годы вперед. Поэтому сейчас это решается. Если только вмешаются, опять же, иностранные послы, и как-то их опять под лавку загонят, этих взбунтовавшихся, значит, своих подопечных, ну, какой компромисс они могут придумать, что эти отзывают закон, а эти отзывают, как бы, вот им недоверие. И все остается. Но осадок остался после всей этой истории. Я не представляю, как они вообще... Сколько вы даете времени этой декларируемой несуществующей коалиции жизни? Уже нет жизни у нее. Все? Это уже будет жизнь после смерти, такая, как бывает иногда. Клиническая смерть у них, и вот человек там видит, что-то видит он там еще. Мрачный у вас прогноз. Мрачный. Но я тоже никого обрадовать не могу, потому что я единственное, что могу поддержать мнение. То есть честнее, для них честнее было бы закрыть вот эту позорную лавочку. Позорную лавочку уже никто не закроет, судя от того, что вы говорили. Ну, как закрыть? Амбиции превалируют над интересами государства. Скажите, что нет. Нет, ну досрочные выборы, они еще говорят, социалисты особенно говорят, не надо досрочных выборов, потому что это опять дестабильность. Но 7 июня Республиканский совет партии социалистов принял решение о том, что они идут на досрочные выборы. То есть тогда можно было, а почему сейчас нельзя пойти? И Дмитрий Николаевич Козак, один из создателей этой коалиции, он поставил две задачи вообще вначале. Он сказал, объединитесь вы, да, вы не любите, вы разные, но давайте объединимся ради двух целей. Первое, диалегархизацию провести. Начиная с России? Не к ночи, будет сказано. Начиная с России. Он говорил про Молдову. Диалегархизацию, то есть убрать, да, они убрали этого. И второе, он сказал, подготовить честные досрочные парламентские выборы в нормальных условиях, с новым ЦИКом. Новый ЦИК у нас уже есть, но они про это забыли. То есть диалегархизация у них не проходит по-нормальному. И выборы они не хотят проводить, потому что им понравилось. Они сели, и они придумывают себе занятия. Вот им дали задание, как в школе, домашнее задание, это, это. В школе дают домашнее задание. Они пришли, то домашнее задание они выполняют, а придумывают себе сами какие-то развлечения. Вот мы будем проводить евроинтеграцию, сказала Майя Санду. То есть евроинтеграцию можно лет 50 еще проводить. Ну, у социалистов там тоже свои, ну давайте там социальные проблемы, пенсии повышать. Ну, повысили пенсию. Ну, от них ждали другого. Нет, повысили пенсию, я умер. Кому достанется пенсия? Кому достанется пенсия? От этого... Дмитрий. Да. Повысили пенсию. Я умер. На следующий день. Но этим тоже 50 лет можно заниматься этим вопросом. Так я уже... Пока уже эти не умрут, и их руки... Как это вечное, вон, 7 ноября была совсем недавно, революция. Пенсионеры, у нас пенсионеры жили, между прочим, великолепно жили. Потому что, единственное, на шею государства, как сейчас же мы находимся на шее государства. Вы платите налоги. Вы платите налоги вообще? Я да. Пенсионный фонд? Да, я плачу. Фонд заработной платы, все, пенсионы, все платите? Ну, конечно. Да? Да. Слушайте. Вы умерли, платили всю жизнь. Кому перейдут эти деньги? Государству. Вот. Вот. А потому что ему надо. Государству надо. Не хватает им денег. А как же буржуазная демократия? Вот это она и... А буржуазная демократия как-нибудь. В случае вашей смерти вы работали всю жизнь, платили пенсионный фонд. Все нормально, только про вашей смерти. Не дай бог, чтобы я еще... Как жить будут родные. Что будет? Передадут жене. Ну, это, наверное, частный пенсионный фонд с накопительным счетом. Обязательный фонд, да. Там, где платишь налоги. Это собственность ваша. То, что мы перечисляем в национальную кассу социального страхования, это их собственность. Это не наша собственность. А почему тогда я перечисляю свои деньги в их собственность? Ну, у нас такая система пенсионная, что мы за счет наших перечислений получаем пенсию нынешний пенсионер. А когда мы выйдем на пенсию, может быть, там еще останутся люди, которые будут продолжать платить налоги. Может быть, но это не факт. Дмитрий умирает. Мы говорили вначале, я сказал, что я задам этот вопрос. Умирает до 60, до пенсионного возраста 24%. Эти деньги, которым он работал всю жизнь, не достанутся семье, не достанутся государству. Да. Какому? Виртуальному государству на сегодняшний день. А пенсионеры, когда пенсионеры умирают, то в этой кассе день торжеств, наверное. Потому что им не пользуются. Это одна из схем хищения, которая ничем, между прочим, не отличается от той, которая была при Советском Союзе, дорогой мой. Там тоже не было накопительных. Но другой способ – это занизить пенсию. То есть они сделают все, чтобы по минимуму платить пенсию. При этом госслужащим до 70% от зарплаты платят пенсию. 70%. На чем это обосновано, тоже никто не знает. Правда? Дмитрий. Ну пусть получают. У нас и эти пенсии, то есть когда говорят, что… А, и эти пенсии за счастье, да? Когда говорят, что судья много, пусть получает судья много. Это правильно, что он получает. Он должен иметь высокую зарплату, высокую пенсию, социальные гарантии. Но он должен быть честным судьей при этом. Тогда один палец уберите, пожалуйста. И он должен знать, что при первом же нарушении он сядет в тюрьму. У него не должно быть иммунитета, у него прав… За последние годы, назовите мне фамилии, за последние 30 лет… Я не помню. Какой? А, один был осужден. Судья. Судья. Парышкановского суда. Ну, я не знаю, по-моему, на свободе уже. Я за 30 лет не знаю никого. Не знаю, да. Товарищи, кто знает за 30 лет существования независимой республики Молдова, позвонить ко мне и сказать фамилию осужденного судьи. Мне самому уже интересно. Дмитрий, давай закончим все-таки программу. И начнем другую. Я почему сказал другую? Может быть, программа жизни в будущем республике будет все-таки лучше. На что программисты отвечают пока что нет. Мы не заслужили. Судя по вашим словам, 1,2 миллиона человек, проживающих на территории республики, они будут обслуживать интересы только Запада. Или еще интересы Востоку? Ну, как получится. То есть это постоянная борьба, диалектика. Сегодня так, завтра по-другому. По-всякому может повернуться. Все-таки не диалектика. Когда-то, оно меняется и в других местах. Когда-то это все-таки, может, надоест людям. Чтобы вот эта верхушка, она их обманывала, обворовала и сидела у них на плечах. Может быть, надоест. Но если нет, то... Хотелось бы о многом поговорить. У меня столько вопросов к вам, Дмитрию, что вообще даже не хватит времени. Но надо закругляться, потому что уже время мы превысили. И, Дмитрий, вы будете активно участвовать в политике? Ну, я считаю, что то, что я пишу, это тоже участие. И иногда я даже боюсь писать, потому что вещи, которые я пишу, они, к сожалению, сбываются. Вот какие-то нехорошие прогнозы. Мы сегодня тоже говорили много таких не очень оптимистических вещей. Жаль, если это сбудется. То есть, но... В политике что имеется? Баллотироваться куда-то или что? Я не знаю сейчас. Я не ясновидящий. Я тоже не ясновидящий. Мы будущего не знаем. Поэтому я задал такой провокационный вопрос. Нет, мы будущего не знаем, да. Завтра кирпич на голову, не дай бог, упадет. Пусть уже на голову наших врагов падает. Ну, честное слово. Это вот когда наши выходят, мне это смешно, один говорит. Они как какие-то комментаторы, как будто он не занимает какое-то важное дело. Он говорит, ну, может быть так, а может быть и так. Но если не так и так, то вот так или так. То есть, он всякие варианты выдает. Ты сделай что-нибудь. Что ты нам рассказываешь, какие варианты могут быть завтра или послезавтра? Перевожу так, говорят у нас в правительстве. Слушайте, правительстве вот там вангуют, да. Ну, и в других местах тоже вангуют. Я считаю так, что господин Кличко. И в парламенте, и в президентуре, да. Кличко, мелкий человечишко по сравнению с нашим брынзаном, министром экономики, который заявил, да я никогда с этого поста не уйду. Ну, честное слово. На этой веселой волне мы закончим нашу интересную программу, в которой Дмитрий Чебушенко раскрыл себя как нормального нашего журналиста, не имеющий ни перед кем обязательств. За что я говорю ему спасибо. Перед вами есть обязательства. Мы же в начале договорились серьезно обо всем. А мы серьезно, извините. Мы даже о мрачном говорили как-то... Ну, о мрачном как раз серьезно надо говорить. До свидания, дорогие друзья. Смотрите нашу программу. У нас всегда интересные. И всегда интересные гости. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok